Ну а танец на ощупь и вообще, когда в полной темноте вы находитесь, кому-то легче раскрепоститься, а кому-то с этим приходится просто жить. Вот так в Екатеринбурге, в особой танцевальной студии для незрячих детей, учат раскрепощаться и тоже слышать музыку. Некоторые педагоги в этой школе с ограниченным зрением, а уроки основывают они на доверии. Есть и другие секреты у преподавателей. Тактильные линии на полу, на линолеуме, с помощью которых мы ориентируем детей в пространстве. Роняй ножку, роняй ножку. Роняй ножку, да, роняй, да, да. Упражнения на расслабление мышц, суставов. Таким образом мы подготавливаем тело для дальнейших, более сложных движений. Волна вытягивания ручки. Волна вытягивания ручки. Да, волна вытягивания ручки. Если я беру руку другого человека, он мне доверяет. Если он мне доверяет, он полностью позволяет водить своим телом. Не напрягая его, не фиксируя, не блокируя. Мы уже почти танцуем. Смотри, раз, два, три, четыре. Да, вот так. Да, да, да. Все верно. Все верно, молодец. Я просто от этого получаю удовольствие, что мне нравится, у меня получается это делать. Танец, это для меня маленькая жизнь на сцене. Благодаря танцам я становлюсь подвижной и пластичной. Чтобы в ответственный момент все получилось как надо, лучше несколько раз потренироваться. Вот так и разведчики морской пехоты поступают. Они свою особую тренировку провели. По замыслу учений, группа диверсантов высадилась на побережье Балтийского моря. Смогла она продвинуться вглубь Калининградской области. И здесь произошло столкновение. И вот уже подступив максимально близко к диверсантам, устроились засаду пехотинцы. Они уничтожили противника и в ходе учений военные отработали навыки стрельбы, маскировки, ну и захвата пленных. Помогай, помогай, помогай. Спасибо.